Друзья, приветствую вас на своем канале и в сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать палетку теней. Тени от Kevin O'Kwan или Kevin O'Koin все говорят по-разному. Вот такую вот палеточку. На самом деле у меня таких две палетки. И сейчас я вам расскажу историю, как вообще у меня эти тени появились. В общем, я изначально шла в магазин «Золотое яблоко» и хотела посмотреть тени Tom Ford. Но их там не оказалось в наличии, к сожалению, даже не смогла их потестить. И я была жутко разочарована этим фактом и решила просто пройтись по магазину, посмотреть, что есть такого еще интересного. Мне очень хотелось палетку теней в каких-то фиолетово-сиреневых тонах. И я обратила внимание вот на стенд этого бренда. На самом деле заочно я о нем ранее слышала. Слышала только положительные отзывы. Но на самом деле вот на конкретно эти палетки теней почему-то я не нашла русскоязычных особо обзоров на YouTube. На них очень мало отзывов и обзоров. В основном на англоязычном YouTube можно их увидеть. Сама палетка выглядит вот таким образом. У нее очень красивый градиент. Она достаточно толстенькая. И сзади у нас представлено название оттенков и название самой палетки. Почему я взяла сразу две? Потому что я подошла к стенду и я, честно говоря, не смогла определиться, какая из них лучше. В общем, в этой серии теней у них вообще четыре вида. Две из них более нюдовые, то есть одна в холодной гамме, другая в теплой гамме, это нюд. И две вот эти, которые я, собственно, взяла. Сегодня с вами у нас будет обзор на палетку, которая называется As Seen In. Это вот эта вот палеточка. А на вторую палетку у нас будет обзор в следующем видео. Она называется Magnify. Я вам сейчас просто покажу ее оттенки. Вот на эту палеточку у нас будет обзор в следующем видео. Ну, а сегодня вот она, красавица палетка. Значит, когда мы открываем, мы видим большое достаточно зеркало. Палетка не раскрывается на 180 градусов, то есть это максимальный угол раскрытия, что не очень удобно. И сама палетка, на самом деле, она довольно толстая. Она самая толстая из всех моих палеток, которые у меня есть в коллекции. Поэтому, ну, я бы не сказала, что это очень удобно, но только для домашнего, конечно, использования. И пластик, кстати, у нее довольно-таки качественный. Он очень приятный и очень красивый градиент. Поверхность, конечно, заляпывается пальцами, это видно. Но я не из тех людей, которые это особо волнуют или парят. Поэтому открываем, смотрим. Здесь у нас, значит, вот такое вот большое зеркало. И, как можно видеть, на зеркале есть надпись. Здесь написано «Beauty belongs to the brave». Красота дается смелым. Очень красивый лозунг. Он на каждой палетке. Я думала, возможно, у них на каждой палетке разный лозунг, но нет. Он одинаковый. Итак, давайте сами цвета посмотрим. Значит, что у нас внутри. Внутри у нас, во-первых, кремовые тени. Сейчас позже на них посмотрим. И сухие оттенки. Здесь пять цветов. Вот поближе вам цвета. А здесь такая сиреневая, скажем так, гамма. Серо-сиреневая, довольно-таки холодная. И оттенок, который они положили в качестве кремовых теней. Вот такая вот миниатюрка. Маленькая такая. Но, на самом деле, мне кажется, ее надолго хватит. Это довольно бронзовый оттенок. Я очень была удивлена, когда увидела именно такой цвет в этой палетке. И он достаточно стойкий. Когда я сделала сводч в магазине себе на руке, отмыть я его не могла, пока я не приехала домой и не смыла его мицелляркой. Потому что смыть этот оттенок сложно. Как позиционируется этот оттенок, можно использовать так для век, как и для губ. То есть мы сегодня попробуем, кстати, нанести этот оттенок на губы. Мне интересно посмотреть, будет что это. И я хотела бы также, можно просто нанести его на век, на веки посмотреть, как это будет смотреться. Но, как бы, просто этот оттенок и сверху не нанося ничего. То есть мы сначала его посмотрим, и потом мы уже будем делать макияж вот с этими оттенками. Давайте с вами сначала сделаем сводчи на руке. Значит, вот этот вот цвет. Здесь такой спонжик, как у блеска для губ. И оттеночек вот так вот наносится, и вот так вот выглядит. Оно просто, он просто как масло разносится, и в него очень глянцевый блеск. Если вы можете заметить, видите, как он переливается. Очень красиво. Он как жидкое, жидкое золото такой, оттенок такой состаренный бронзу. Вот так вот. Его очень хорошо видно, он максимально правильно передается. Цвет красивый на самом деле, но я бы не сказала, что он всем подойдет. Но я попробую, конечно, его на себе. И сами сухие тени. Здесь пять оттенков. Самый первый – это светлый растушевочный цвет. Кстати, тени сделаны в Италии, и они очень мягкие на ощупь. Они прям как вот мягенькие-мягенькие. Будем вот сюда переносить. Вот видите, его почти не видно на коже. Я люблю, когда в палетке есть такой растушевочный оттенок. То есть им легко тушевать все другие оттенки. И можно просто выровнять цвет века. Второй оттенок, он уже потемнее. И он такой, знаете, вот цвет сам выглядит вот так. И на сводче. Вот он. Видите, он такой тауповый. У него немножко другое качество. Пигментация у них не слишком сильная. Но мне нравится такая пигментация. Не очень люблю слишком яркую пигментацию. Мне кажется, такая пигментация вполне себе нормальная у них. И они очень мягкие. Вот такой цвет. Это матовые все оттенки. Здесь только вот получается 3 матовых и 2 шиммера. Следующий цвет уже темнее. Вот он. Вот он. Видите, как переносится? Его можно хорошо в складку нанести. Вот такой вот оттеночек. Вот. То есть получается, что вот этот цвет, он немножко больше в коричневый уходит на моей коже. А этот даже в какой-то лиловый. Вот второй, который. Следующий цвет. Это звезда палетки. Очень красивый такой. Сиренево-фиолетовый. Он шиммерный. И он такой, как масло просто набирается. Видите, какой красивый сводч. Прям цветы, как сама палетка. И сейчас мы его перенесем. Ну, вот он, конечно, очень-очень качественный. Это не дуахром, но он очень, кстати, такой жирненький, масляный и красивый оттенок. И последний цвет. Это такой какой-то коричневый. По-моему, он сатиновый. Да, он сухой тоже такой, темненький. Вот он. Вот на этом пальце, да. И сейчас мы его перенесем. Он довольно-таки пигментированный, но должен неплохо тушеваться. Он подойдет для затемнения внутреннего, то есть внешнего, внешнего вот этого уголка. Вот такие сводчи у нас получились. Вот сам металлический оттенок и оттенки самой палетки. И сейчас давайте попробуем сделать с ним макияж. Итак, я хочу воспользоваться всеми оттенками из этой палетки. То есть я буду, наверное, самый светлый матовый просто под бровь нанесу и в уголок внутренний глаза. Вот этот второй цвет на все веко. Складку третьим цветом. Последним цветом это затемнение внутреннего, внешнего уголка, точнее. И вот этот цвет, наверное, я попробую уже непосредственно сверху нанести. Посмотрим, как это будет смотреться. Но перед этим, как я вам обещала, для начала мы с вами потестируем вот этот вот жидкий цвет, да, жидкие тени на непосредственно веке. И потом я все это дело смою. Я сейчас нанесла базу. Можно прямо нанести вот из этого тюбика. Ну, конечно, оттенок такой очень яркий, металлический, прямо сверкающий. Такая очень яркая, сверкающая бронза. Наносятся, кстати, они очень легко. Они, конечно, максимально пигментированы. Они, вы знаете, просто эффект какой-то фольги дают на веки. Я сейчас попробую это все дело растушевать. Растушевать буду вот такой кисточкой от Essence с искусственным ворсом. Вот такой вот бочоночек. Они, в принципе, тушуются. Они, кстати, очень легко растягиваются по веку. Пока они еще не зафиксировались, их можно даже вытянуть в какую-то форму более-менее. И при растушевке они особой интенсивности не теряют. Что интересно, кстати. Оттенок, кстати, текстура не скукоживает века. Вот так вот примерно это все дело выглядит. Кстати, что касается самого цвета. В принципе, цвет довольно интересный. И такой яркий-яркий сверкающий. Очень красивая текстура. Ну и стойкость у них тоже, скажем так, поразительная, поражающая. Потому что смываются они, ну, только мицелляркой. То есть сами они вот так вот не сходят. Мы немножко даже выстроили с вами форму. Вот так вот оттенок выглядит на веки. И здесь можно нанести какую-то стрелочку, вывести, например, черным карандашом. И уже макеш готов. Либо можно также попробовать просто затемнить еще уголок. В общем, да, оттенок хороший. Мне нравится, как он смотрится. Вот я вам поближе попробую показать сам цвет. Итак, я смыла этот оттенок с глаза. Но я вам скажу, что смывается он действительно довольно-таки тяжело. Мне пришлось использовать три ватных диска, чтобы полностью удалить его с глаза. И снова восстанавливать консилер и базу по тени. Базу я пользуюсь, напомню, вот такой вот от NYX HD. Очень классная. Не дает теням скатываться. Очень рекомендую. Итак, теперь мы с вами будем делать макияж просто сухими тенями. Я беру свою любимую кисть от MAC номер 239, плоскую для нанесения теней. Вот этот второй оттеночек. И нанесу его на все веко. Набирается на кисть хорошо. Сейчас посмотрим, как отдается. Да, он довольно хорошо переносится на веко. И, кстати, тени довольно пигментированы на глазах. Вот на пальцах мы смотрели с вами, они были, ну, скажем так, не очень сильно пигментированы, как мне показалось. А вот на глазах я вижу прям очень хороший цвет. Вот я нанесла оттеночек уже на оба века. И посмотрите, кстати, какая разница. Вот в палетке самой это второй оттенок, самый светлый. От самого светлого, да, видите, второй. И каким темным он выглядит у меня на глазу. То есть я разницу прям такую ощущаю нормальную. Теперь я хочу выделить складку. Для складки я буду использовать растушевочную кисть от MAC номер 217. И я наберу вот третий вот этот вот оттеночек, который идет потемнее уже. И буду наносить его в складку для выделения естественной тени. Тоже никакой проблемы с пигментацией нет. Его можно наслоить также. И растушевывается он очень даже хорошо. Видите, как он хорошо сливается, кстати, с первым оттенком, который я самой первой наносила. Очень здорово. На этом этапе я уже проработала складку на двух глазах. И мне очень нравится, как оттенки смотрятся с моим цветом глаз. Мне кажется, цвет глаз сразу стал ярче. И, кстати, я хотела сказать, что мне очень нравятся вот эти вот палетки, когда в них не очень много оттенков. И сразу понятно, что и куда наносить. То есть не надо сидеть думать, что-то придумывать, выдумывать. Все предельно просто и понятно. Теперь мы будем с вами углублять в внешний уголочек нашего глаза самым темным оттенком из палетки. Это вот этим. И использовать для этого я буду кисть MAC номер 219. Это такая кисточка для акцентов или кисточка-карандаш. Также ее можно использовать для углубления. Вот именно тени вот этой. Я наношу самый темный оттенок. И, кстати, он, между прочим, не матовый уже, а с таким шиммером, как бы. Мне кажется, он, в принципе, и из соло на веки будет довольно неплохо смотреться. И для выделения уже непосредственно внешнего угла тоже подойдет, потому что вот этих блесток я сейчас особо не вижу, когда я именно затемняю уголочек. Итак, на данном этапе я, соответственно, нанесла самый темный оттенок. Еще немножко вот сюда вывела. И вот этот самый светлый оттенок в палетке я нанесла под бровь и во внутренний уголочек глаза. Он выглядит там практически незаметным, но тем не менее он область эту высветляет, что очень-очень здорово смотрится на самом деле. И не только сияшки смотрятся вот хорошо во внутреннем уголке и под бровью, но также светлые матовые тоже смотрятся довольно-таки неплохо. И теперь мне осталось использовать только самый красивый оттенок палетки, поэтому для его использования я, наверное, сейчас просто возьму другую кисть. Я хочу попробовать взять вот такую акцентную кисточку синтетическую из китайского набора и нанести его просто на центр века, немножечко на центр подвижного века. Он такой, знаете, довольно-таки кремовый оттенок, то есть очень похож, как будто это кремовые тени, а не сухие. Так, синтетическая кисть его набирает, но довольно-таки плохо передает. Вот, и она, наверное, очень маленькая. Но я сейчас все-таки попробую. Она его очень плотно накладывает и практически не растушевывает. И да, она маленькая. Кстати, этим оттенком можно вывести стрелочку. Мне кажется, очень красивую. Я сейчас попробую поменять другую кисть. Вот я взяла кисть потолще. Это вот такая вот Too Faced. И сейчас наберу ей оттенок. Ну, это его набирает уже и отдает побольше. Но, тем не менее, он довольно сложно накладывается и немножко сыпется. Я не пойму, у него какая-то очень странная текстура у самого оттенка. Видите, он такой металлический и немножечко такой сложноватый в растушевке. То есть он такой, как будто бы кремовый. В общем, казалось бы, самый такой красивый оттенок палетки, но работать с ним довольно-таки сложно. Он такой, вы знаете, по текстуре такой кремовый-кремовый и сложно растушевывается на глазах. И немножечко он сморщивает века слегка совсем. Мне кажется, его можно попробовать наносить соло, а не на другие оттенки, а просто отдельно, как бы на глаз. Он именно такой достаточно яркий, акцентный. И, ну, то есть без подложек, без каких-то. И потом просто выделять складку, можно будет засединить уголок. То есть можно попробовать именно нанесение первоначально с этого оттенка, начиная и потом уже добавляя остальные из этой палетки. Собственно, выглядит макияж сейчас вот таким образом. Сейчас я накрашу ресницы и мы посмотрим общий результат. Итак, в целом в финале у нас получился вот такой вот общий внешний вид. Мне кажется, цвета очень хорошо подходят для зеленых глаз. Они выделяют в них сразу такую зелень. И цвета сами по себе довольно-таки красивые. Мне понравилось. Единственное, что вот с самым вот этим оттенком, да, ярким сиреневым, нужно еще будет пробовать работать. Просто без всяких подложек из других теней и просто его нанести. Сами тени ложатся довольно-таки неплохо. Они хорошо тушуются между собой. И цвета у палетки довольно-таки приятные. И последнее, что мы с вами будем смотреть, это вот этот вот оттенок. Я хотела попробовать его нанести на губы, потому что уверяется, что Кевина Кван именно на губах смотрится довольно-таки неплохо. Давайте же попробуем. И так, вот таким вот образом оттенок выглядит на губах. Довольно-таки забавно. Ну, я в обычной жизни, конечно, такое не ношу, потому что это прям какая-то жидкая такая фольга на губах. Но для каких-то, возможно, тематических вечеринок это вполне себе подойдет. И держится он также очень стойко. В целом, я могу рекомендовать к покупке вот эти вот тени. В следующем видео, в одном из следующих, мы с вами будем тестировать вторую палеточку обязательно. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор на вторую палетку от Кевина Кван. Всем приятного времяпрепровождения, хорошего настроения. Ставьте лайк этому видео. И до встречи. Всем пока-пока. Продолжение следует...